Приветствую вас, Екатерина. Давайте я, наверное, сначала отвечу на вопросы, которые вы задаёте. А потом дам некий такой комментарий по поводу всего текста. Как думаете, расстался он со мной или нет? Стоит ли мне его спросить? Ну, спрашивать точно не стоит. Вот. Я думаю, что мужчина с вами не расстался. По крайней мере, на момент, когда он это говорил, что он с вами не расстался, точнее, что он с вами не расстаётся. На момент, когда он это говорил, он верил. Он верил, что он действительно с вами не расстаётся. Додон действительно верил в это, на момент, когда я вам говорил. Вот, что будет потом, то есть, какое решение человек решит, какое решение человек примет в дальнейшем, мне кажется, это уже немножечко другая история, мне кажется, это уже совсем другой момент, мне кажется, это уже предсказать абсолютно и полностью нельзя, потому что решение у него, в принципе, может быть любое. Абсолютно любое решение тут может быть принято им. Вот. Ну, я верю в то, что он, когда он говорил об этом, когда он говорил о том, что он хочет сами не роптаться, а просто вот, побыть отдельно. Я думаю, что он действительно это, ну, это подразумевал. Дальше. Мне кажется, что не стоит лучше перестать мучиться сомнением. Да, но вообще сомнения возникают от неуверенности в себе и от нежелания полагаться на себя в принятии такого рода решений. Второе. Есть ли смысл в отношении с такой реакцией над ссору, даже если потом все точки расставлены над «и»? Это вылечается сами. В принципе, ссоры конструктивные, ссоры, они нужны. В принципе, ваш молодой человек, он достаточно молод, и нет ничего удивительного в том, что, возможно, какие-то вещи ему даются с трудом, потому что у него мало опыта. Вот. И его организация, вот, ну, духовная, психологическая организация, да, она не настолько хороша, чтобы чувствовать себя комфортно, вот, в подобных вещах. Поэтому все зависит здесь от того, что вы к нему чувствуете, да, то есть, если у вас есть к нему любовь, если вы чувствуете к нему что-то, вот, если вы принимаете его, если вы цените его, я имею ввиду молодого своего человека, вот, то в таком случае смысл, смысл, безусловно, есть в таком случае. Если же нет, если вы не принимаете, если вас, там, допустим, откровенно тяготит его, такая позиция, если вы считаете, что мужчина должен вести себя как-то по-другому, как-то иначе, то тогда не имеет. Потому что, ну, мужчина, он, может быть, изменится, да, но если изменится, то это очень незначительно, и вам, 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 скорее всего, вам, скорее всего, точно этого будет мало. Ну, я так вот, я так, эээ, думаю, почему-то, ну, вот, эээ, так что, такой можно дать вам ответ на вот эти вопросы, которые вы задаете. Эээ, дальше, вы пишите, эээ, так, возможно ли когда-нибудь улучшение, так, ну, это уже третий вопрос. Возможно ли когда-нибудь улучшение или какой-либо смысловой нагрузки, это не, или какой-либо смысловой нагрузки, это не было, это всё равно котель, которые надо бежать? В связи с человеком есть люди, которые делают выводы, и есть люди, которые выводы не делают. Тут надо смотреть, не три месяца, разница в возрасте 8 лет, не 29, а не 21, ну, три месяца рано, мало, маленький срок, чтобы делать выводы. А я хочу принимать так, что для 21 года это сильно, что именно сильно, не очень понятно, но тоже не хочу верить, что это не приводит в привычку ссориться и мириться, это зависит от вас. Если вы ссориться не будете, если вы не будете принимать участие в ссорах, то ссоры и не будет. Над собой проблемы есть и с зависимостью, мы очень стараемся с ними бороться, посоветуйте что-нибудь. Екатерина, психологи не занимаются советами психологи, психологи занимаются помощью человека в разборе с самого себя, поэтому советуйте как-либо излишне. Вот, и касается зависимостей, то я думаю, что если зависимости, к примеру, есть у вас, если вот вы чувствуете зависимость, ну, если вы чувствуете, что у вас они есть, эти самые, эти самые, эти самые зависимости, вот, то с ними можно и нужно что-то делать, вот. А не, знаете, вот так вот, как это сейчас происходит, что мы с ними боремся. Да, если мы с ними не бороться нужно, а раскрывать, как их, вообще, появление, да, в вашей жизни, вот, стало возможным и почему. Вот. Значит, это более такой, такая, более такая конструктивная история, это более такая конструктивная позиция. Дальше, значит, психологическая игра «Скандал» может послужить вам неплохим основанием для понимания, что сейчас между вами происходит. вот так и напишите, вот, значит, психологическая игра «Скандал». Вот, вы можете её почитать, почитать про неё, можете, как-то вот, поискледировать её. Вот. Я думаю, что вам это поможет. Поможет лучше понять себя, свое настроение, свои эмоции, переживания. Вот. И так далее. Такая история. Такой аспект. По крайней мере, мне видеть. Далее. Значит, с молодым человеком позорились, потом поговорили по-другому, пришли к пониманию. Сора была довольно мощная, и, да, комплексы утром, как выйдет, и лимоны были оба. Но это тяжело дается. Да. Это тяжело дается. Сора выматывает. И еще раз повторю. Обязательно поисследуйте психологическую игру «Скандал». Это важно. Мой молодой человек попросил несколько дней с ним не разговаривать. В ближайшие две недели он на другой стороне будет. Ну, вот этот молодой человек попросил с ним не разговаривать, потому что ему неприятно. То есть некий такой след получается, эмоциональный в том числе. след получается остался от этой ссоры, и, в общем-то, другому вряд ли могло быть. Вот. Ведь надо сказать, что молодой человек склонен, очевидно, в себе замыкаться после сильных, ну, после сильных ссор, после сильных ссор, сильного взрыва. Вот. «Просил вежливую чтивой форму и сказал прямым текстом, что он не расстается со мной». Ну, главное, чтобы вот такая мысль у него в голове промелькнула. То есть это очень важно показать. Я сказал, ок, ну, тут опять же, важно не столько то, что вы сказали, сколько контекст, в котором вы это сказали, и соответствие этого контекста всему предыдущему, контекст ваших отношений. Для отъезда в другой город он попросил меня вернуть деньги, которые я до этого дал на хранение, с объяснением, что он подумал и решил, что он ему, кстати, понадобится, так как до зарплаты еще довольно долго. Ну, да. Я согласен с вами, это прозрительно. Часа три я сидела поникшая, верила, что это такой перерыв, который надо передать, а почему поникшая, поникшая сидела часа три. То есть вы реально три часа сидели поникшая. Потом в голове стали восстанавливаться события, я посчитал, что придем, должно быть больше денег из того, что он мне говорил до этого. То есть возникает какое-то недоверие к человеку, да? Вот надо бы проследить, как появилось это недоверие, как оно образовывалось. Почему вы принялись считать не свои деньги? В его последнем сообщении говорится что-то типа, если ты меня любишь, пожалуйста, не контактируй со мной, оставь меня наедине с собой, я так понимаю. Ну, опять же, опять же, опять же. Здесь все упирается в то, какой человек, да? То есть от какого-то, от одного человека это будет звучать логичным и адекватным, а от кого-то нет. Потом он заблокировал меня везде. Ну, это да, это тоже подозрительное такое ощущение, да, что человек просто, вот, сжигает письки мосты и защищается от вам. Думал, что не доверяет, но потом решил, что он таким образом показывает, что для него важно, чтобы я не писал. Знаете, здесь вот ваши сомнения, вот присутствуют очень сильные сомнения во всем, что касается вас и что касается, к сожалению, вашей позиции. Так же, в этом сообщении просил меня зарегистрировать его на рейс, который будет через две недели выслать на почту билет, так как покупали через мой аккаунт и он сам не может. Так, ну, не очень понятно, две недели туда, две недели туда, откуда рейс, какой рейс, куда. То есть, так вот, по вашему деку, получается, тут не две недели, а четыре недели. То есть, знаете, если вы говорите, что, вот, вы писали, что ближайшие две недели в другой стране будет, и вы пишите, что через две недели рейс, то я не очень понимаю, получается, четыре недели. Тут вы сразу пишите, что, значит, несколько дней перерыва могут оказаться двумя неделями. А куда он едет тогда потом, если, если он две недели будет в другой стране, ну, не понятно. На мой взгляд, неплохой такой срок, неплохой, чтобы что-то, если вы задаете оценку, неплохой в смысле. Я этим возмущена. Чем? Я чувствую себя медлительно. Отчего? Мне кажется, что он таким образом нарастался. Возможно. А почему вы возмущаетесь? Человек в силу своего возраста, характера и контекста ваших отношений оказался не в силах, ну, как бы высказать вам то, что он хочет. Человек просто не решился. Почему вас это возмущает? Потому что вы восприняли, получается, это на свой счет. Дальше, значит, он со мной таким образом расстался, мне в это слабо верится, на него это не похоже, да и он вроде как сказал, что не расстается, но сомнения присутствуют. Сомнения просекают из ваших неуверенностей в себе. Кроме того, заметьте, вы оттуда отнесли свои сомнения, уже всё решили и чувствуете себя медлительно. То есть это, по сути, по сути это, вскрыть это, это работа ваших комплексов, ваших внутренних противоречий. Так. Вчера я показал свою не самую хорошую сторону, а если я не говорил, что значит не самая хорошая сторона. Вы показали себя, а вот почему вы относитесь к этому как к не самой хорошей стороне, это уже вопрос. Так же, подтвердили с ним тёмные стороны себя. Опять же, тёмная сторона это оценка, это оценка. Это может быть не лицеприятная для вас сторона, но это вы, это часть вас. И то, что вы называете её тёмной, то, что вы называете её не очень хорошей, свидетельствует о том, что вы себя не можете принять до конца. И раз вы не можете принять себя до конца, значит, это не может не влиять на отношения с мужчиной, в том числе тоже. Говорила про свои слабые стороны. Опять же, слабые стороны это, вот что вы складываете в это понятие? Что вы складываете в понятие слабых сторон? Почему об этом нужно говорить? Тогда это вот, какая была необходимость об этом говорить, Екатерина? Три месяца не такой большой срок, чтобы раскрывать сразу всё себя. Да и не сможете вы это сделать. Словами, например. Эм, так. Говорила про свои слабые стороны, от чего чувствую себя не очень. А почему? Он несколько раз говорил, что для него это слишком. Моя реакция на его неучтивое поведение была истерическая. Я никогда не рассказывал никому кое-что важное про себя, но рассказав о том, что любая неучтивая его фраза вызвали на бой, скрыт крик. Тут я не очень понимаю, да, как то, что вы ему рассказали, связано с реакцией на его неучтивое поведение. Что вы вообще подразумеваете под учтивым и неучтивым поведением. То есть, ну, тут вот очень деликатные моменты. Личная оценка, да, очень много оценочного мышления, но, как бы, ни про себя, ни про другого человека вы, по сути, не говорите. Вы не говорите, что человек чувствует, да, что он чувствует, почему он так себя ведёт. И что чувствуете вы? Вот. То есть, вы говорите, что у меня боль, слёзы, крик. А чего боль, слёзы, крик? Вы, получается, прикладываете ответственность за боль, слёзы, крик на него, но это ваша боль, и ваши слёзы, ваш крик. Зачем здесь он? Примался свалить во время ссоры. Ну, очевидно, что ему было тяжело, или он не привык. Писать я ему не буду, он попросил не писать. И как это связано с вашим вопросом, где вы спрашиваете, стоит ли ему писать? Так вы будете или не будете писать? Ага, так, меня этот перерыв что-то как-то сильно задевает. Сложно работать, концентрироваться, смотря на эту зависимость. Я не думаю, что вот так вот, опираясь только на ваш текст, можно с уверенностью сказать, зависимость это или нет. Я думаю, что в любом случае, в любом случае нужно как-то, ну, как-то поисследовать этот момент. В любом случае нужно рассмотреть более подробно, что вообще с вами происходит и о чём вы говорите, потому что это очень мало информации. Вы предоставили о себе, вот, у вас тут есть элементы, элементы противоречий, а также, вот, и это существенно ситуацию осложняет для понимания. Вот, поэтому я не хотел бы, я не хотел бы опираться вот на то, что вы сейчас сказали. Я бы хотел более подробного материала, да, чтобы иметь возможность дать обратную связь, основываясь именно на, допустим, допустим, на ваших чувствах, на ваших эмоциях, на ваших реальных переживаниях, а не в том, что вы вот пишете. Дальше, так, я бы, так, значит, задевает вас нужные цели, почему вас это задевает? Более того, меня злится, что пользуется такими методами. Вот, опять же, да, злость это, как правило, что такое? Это защита, злость это защитный механизм. За злостью прячется некое другое чувство, вот, которое вы себе, вероятно, подавляете, которое вы запрещаете себе. Ну, я так думаю, сейчас, по крайней мере, вот, там злость, как правило, это именно защитный механизм. Вот, вы видите в чем-то себе угрозу, вот, надо бы постараться определить, в чем, в чем, в чем конкретно, в чем вы видите угрозу для себя, вот. Вот, потому что это очень важный, на мой взгляд, момент, ибо он является одной из ваших болевых точек. Я бы предпочел огреть себе, что посудится некую открытость, хотя вчера оно было, но тогда должно быть что-то одно. Почему вы считаете, что должно быть что-то одно? Опять идет оценочное осуждение. В общем, и в целом, у нас диалог и понимание, ну, когда в этом месте происходят ультрафайты, от которых мою каточку разрывает ногу точек. Ну, вы в этих ультрафайтов участвуете, и, соответственно, опять же, психологическая игра, скандал. Так, я хотел отношений, которых моя жизнь знала, это лучшее, достанется на таком же уровне. Вот цель отношений, желание отношений, вот зачем вам отношения. А тут частные ссоры, и хотя они продуктивные, следа нет, и есть попытки улучшения, от этого они не перестают вымораживать, и сложно работать после наших ссор. Сторых участвуете, в том числе и вы, Екатерина, поэтому ваше участие нужно исследовать и корректировать. Вот, ну, собственно, такой вот получается ответ, надеюсь, что это было полезно вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго и удачи.